Итак, дорогие друзья, я хочу поздравить вас с наступившим уже в Америке, в Москве, в Киеве, в других городах вне Иерусалима праздника Пурим. И подчеркнуть, что это мое обращение к вам. Я записываю здесь, в Святом Городе, когда Пурим начинается у нас сегодня вечером, продолжается завтра в пятницу. Но уже сегодня я считаю, что мы всем можем праздновать не окончательную еще, но победу над империей зла, которую возглавляет сегодня Оман наших дней, Путин. Почему мы можем это праздновать? Да потому что, как вы знаете, империя зла советская, большевистская или вот эта современная криминальная, коррупционная Путина, эти империи зла, они прежде всего ведут пропаганду в средствах информации, в социальных сетях, уже сегодня понятное дело, да? И поэтому они всегда это называли идеологическим фронтом. Геббельс, конечно, мог бы позавидовать российскому телевидению, российскому радио, российским пропагандистам, потому что такой откровенной лжи и повторяемой так многократно, трудно себе представить, что у них такое могло произойти. Ну, представьте себе, президент Байден объявил Путина военным преступником, посмотрев на выступление Зеленского и увидев, как его встречал Конгресс и какова реакция американцев. Он просто не мог молчать. Интересно, что пропагандисты в России были вынуждены ответить. Они обиделись, как это можно такое недопустимое, понимаете, сказать, вот что он военный преступник. Но в результате все ведь услышали, что американцы обвиняют Путина в военных преступлениях, обвиняя его лично в том, что он военный преступник. Теперь, как они ответили на это? Они сказали, что все те жертвы среди гражданского населения, которые есть на Украине, это все по вине украинских националистов. Ну, сегодня мы знаем, что Зеленский поддерживает почти 100% всего населения против России. Российских оккупантов гонят оттуда и невооруженные гражданские лица, и партизаны, и украинская армия. Поэтому никакой поддержки россиянам или российскому фашизму внутри Украины об этом сегодня говорить не нужно. Но почему, на мой взгляд, Путин уже потерпел поражение? Да потому что на этом идеологическом фронте борьбу за сердца, за ума людей, выставляя Россию как слабую, которая обороняется, понимаете, НАТО подвигается к ее границам, вся эта ложь, а ее уже сегодня никто не покупает, когда они видят убитых детей, раненых детей, они видят стариков под бомбами. Когда люди видят то, что путинская машина преступное делает, то у них уже раскрываются глаза. Несмотря на то, что они на протяжении многих лет и десятилетий были под воздействием яда фашистской пропаганды современного российского государства. К величайшему сожалению. Вы только подумайте, они утверждают, что их лишают свободы слова, когда, например, закрывают пропагандистские каналы типа там Russia Today или другие каналы по всему миру. Почему-то они закрывают в Израиле, наверное, здесь есть очень сильное путинское лобби, как еще это по-другому можно объяснить. Но даже израильское радио, телевидение и газета Вести были запрещены сегодня в России. При этом они затыкают рот всем, но если затыкают рот их пропагандистам, то они этому недовольны. Но кто-то может в своем уме подумать, что тысячи украинских граждан, которые погибли под бомбами преступного режима, они на самом деле погибли, потому что их украинские националисты расстреливали. Кто-то может поверить, между прочим, что Донецк, его якобы обстреляли украинские военные. На самом деле независимое исследование показывает, что как раз ракета вылетела с контролируемыми российскими войсками и территориями. Это очередная провокация. И они мастера провокации, дезинформации и всего этого. Но главное, что сегодня, я уже говорю, сегодня праздник Пурим, мы можем отметить то, что произошло вчера. Когда Зеленский выступал в американском конгрессе, и его так встречали конгрессмены, сенаторы, его так встретил американский народ. И это вызвало такой резонанс во всем мире, что Путин сегодня жалок. Его назвали военным преступником. Для него это поражение. За этим поражением в сфере, очень важной для него медийной, безусловно, последует поражение военное. Оно уже началось. И оно завершится, я надеюсь, в ближайшие дни, максимум в ближайшие две недели. Скорее всего, его армия даже не сможет побежать, потому что ей негде будет найти бензина. Они не смогут найти дороги, по которым они будут идти. У них не будет еды и питья. И они просто там застрянут в этой Украине, они сдадутся, если им повезет. И этого позора, поражения российской армии на Украине ему просто не выдержит. Это понятно. Поэтому Путин переживает свои последние дни, на мой взгляд. И мы будем надеяться, что встанет на место криминальной России, которая погрязла в коррупции. Россия демократическая. Будем надеяться, что это произойдет в ближайшее время. Но при этом возникает у нас вопрос в том, что ведь вы понимаете, что Россия на протяжении многих десятилетий занималась созданием агентуры за рубежом. Это часть политики экспансии, которая была со времен большевиков и которая продолжалась и в современной путинской России. Не случайно Путин арестовал, как вы знаете, главу военной разведки и его заместителя. И объяснение, которое ему дают специалисты, заключается в том, что, казалось бы, они обещали, что там есть агентурная сеть политиков, каких-то гражданских лидеров, каких-то известных украинцев, которые должны были бы поприветствовать российскую армию. Да, с цветами, сказать, что мы поддерживаем освобождение от нацизма. Где же они все? А их нет. Теперь, на первый взгляд, их сегодня обвиняют, я имею в виду этих разведчиков, да, в том, что они сфоровали миллиарды долларов. Значит, но с другой стороны, что они не сделали то, что они должны были сделать в любом случае. Но из этого вы учите главное, что там была на Украине агентурная сеть. Я вас уверяю, что эта агентурная сеть не только на Украине, она в Европе, она в Америке, она в Израиле. Это пятая колонна в наших рядах. Потому, если вы находитесь в какой-то группе, в которой обсуждается что-то по-английски или по-русски, обсуждаются вопросы войны на Украине, в частности, или отношения к путинскому режиму. И вы видите людей, которые иногда прикрываются еврейскими именами, они могут быть даже зарегистрированы на еврите. Прежде всего, 99% вероятности, что это платные агенты Кремля, которые, скорее всего, сидят где-то в Петербурге, в Москве, приходят на работу и работают. И у них есть время, им за это платят. У вас нет этого времени, и у вас нет этих денег, чтобы вы тратили на борьбу с ними таким образом. Поэтому, на мой взгляд, самое оптимальное, когда вы увидите агента влияния такого рода, первое, блокируйте его. Для других вы можете поставить пост, объясняя, кто этот человек, и дать какие-то аргументы, привести в противоположную сторону, это было бы правильно. И если этот человек находится частью какой-то группы, и вы не хотите просто заблокировать его от себя, а хотите заблокировать его с группы, с какого-то пейджа, страницы какого-то обсуждаемого ресурса, то вам нужно обратиться к администрации и сказать, посмотрите, это кремлевский агент, который, в принципе, точно такой же военный преступник, как и Путин. И его армия, которая совершает военные преступления, убивая детей, женщин, стариков. И эти люди, безусловно, должны предстать пред судом и трибуналом. Точно так же, на новом нюрберском процессе, нужно судить пропагандистов Кремля, которые сеяли ненависть, и из-за них люди шли на смерть и убивали других. Это Владимир Соловьев и все ему подобная шваль. Такие швали, к сожалению, зачастую находятся и среди нас. Или это одурманенные кремлевской пропагандой наивные люди, им тоже нужно закрыть рот. Или это оплачиваемые агенты. В любом случае, мне кажется, что нужно предпринимать какие-то действия для того, чтобы не позволить лжи и дезинформации продолжать циркулировать в наших группах и в наших рядах. Теперь, помните, что в праздник Пури мы слушаем историю Магелла Тестер. Во-первых, для того, чтобы помнить прошлое. И во-вторых, для того, чтобы делиться истиной и сегодня. Поэтому, друзья, давайте объединимся в нашей готовности отстаивать свет. И будем надеяться, что тьма будет повержена в ближайшие дни. Хорошего вам праздника Пурием. И будем, я уверен, очень скоро радоваться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!